Является самым сложным, и что вы испытываете, когда его выполняете? Ну, это трюки фигуры пилотажа у нас, вот, но любая фигура сложна, если ее выполнить необходимо правильно, то есть выдержать те параметры, которые необходимы, вот. Ну, самая сложная фигура? Самая сложная групповая бочка, интересная фигура. А вот, скажи, пожалуйста, говорят, что групповая бочка как-то по-особому называется, не то бриллиант, не то алмаз? Нет, это фигура из четырех самолетов строя, называется ромб. Да. А формация из девяти самолетов, вот ее, профессор, называется девятка, потому что девять самолетов включает в себя, вот, либо называют большой ромб, то есть маленький ромб, это из четырех самолетов, как правило, одной группы, вот, а большой ромб, вот, как раз, вот, наша Кобинская девятка. Просто тут девушка Светлана очень интересовалась, когда вы делаете групповую бочку, есть ли у нее какое-то специфическое название? Нет, ну, бочка, она, групповая бочка так и называется, да. Все, спасибо. А чем вас привлекает в небо? В небо, ну, это целая история, это, знаете, романтика, прежде всего. Вот, ну, это вот с детского возраста, вот оно в душу засело, и сложно объяснить, почему моряк в море ходит, летчик в небо, в Светлана, вот, любовь к этому. Спасибо. Здравствуйте, почему вы выбрали профессию летчика, а не вы? Просто человек стоит, наверное, с пути, куда пойти, в небо или в море. На самом деле, очень достойная такая стихия моря, вот, и, наверное, если бы не летчиком, то я, наверное, сурки моряком стал. Ну, то есть, все равно флот. Да, все равно флот, да, это захватывает, это, ну, это стихия, это романтика, это интересно. Спасибо. Добрый день. А на какую предельную высоту можно подниматься Су-27? 18 километров. Может, и выше, но там уже с потери скорости. А в горизонтальном полете 18 километров. Спасибо. А джентльмены, я прошу прощения, это, ну, за тремя джентльменами девушка. Я думала, они хотя бы шаг вправо сделают. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, могла ли вы к вам присоединиться летчик-девушка, и как бы вы к этому отнеслись? Мы бы отнеслись только положительно, но для этого девушки надо пройти тот путь, который я рассказывал молодому человеку. А так бы с удовольствием, если бы называть девушку, мы бы только рады. То есть у вас есть возможность закончить военмех, потом поступить в Качинское училище летное. Ну и затем... В каком инвестиционном классе пока что есть... Я вам должен сказать, что стены этого вуза закончили две девушки, которые летают в космос. Два космонавта-женщины. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.